Областное правительство ищет инновационных управленцев. Стартовал конкурс «Полеты по вертикали». В финале окажутся 20 специалистов, которые займут должности руководителей проекта в Минэкономразвитии. Образование, уточняют организаторы, не главное. Об инновационной схеме подбора кадров. Нина Ванина. Представьте все таким образом, чтобы инвестор принял решение о строительстве завода на территории Самарской области. На этот счет у участника Михаила Курбакова есть соображения. Стартовое конкурсное задание сложным не показалось. Во властных структурах Михаил уже работал в Тольятти. Своим новым проектом надеется заинтересовать областное правительство. Мой проект связан со зданием Самарско-Тольятинской агломерации. Я защищал магистрскую на эту тему в декабре прошлого года в Российской академии Госслужбы народного хозяйства предпрезиденте. Поэтому хотел бы попробовать с этим проектом выступить. Я считаю, что это правильная работа с кадровым резервом, что это приведет к каким-то результатам. Как минимум стоит попытаться. Не часто выпадает шанс стать одним из 20 руководителей инновационных проектов в учреждениях подведомственных региональному Министерству эконом-развития. Инфраструктура инновационной сферы в области только создается. И сделать это без участия квалифицированных кадров невозможно. В министерстве берутся лучших. Отобрать и за 10 месяцев научить. Полеты по вертикали это тот инструмент, который позволяет быстро, публично, открыто найти тех людей, которые способны выполнять конкретную задачу. Здесь есть вторая задача, которую мы решаем параллельно. Рассмотреть эту методику для отбора кадров, в том числе для органов государственной и муниципальной службы. Но это только в планах. Обкатку методика подбора кадров для органов власти пройдет на самой новой, но и самой востребованной сфере. В инновации вкладывать сегодня выгодно, утверждает глава профильного министерства Александр Кабенко. Кадры нужны и в региональный инновационный фонд, и в технопарк «Жигулевская долина». Полеты по вертикали, однако, далеко не единственный путь подготовки специалистов. Однозначно это окупится, потому что, еще раз скажу, у нас просто таких людей нет. Их все равно нужно готовить. И если говорить вообще про подготовку инновационных менеджеров, то это не единственный проект, который мы в регионе запускаем в этом году. Мы сейчас взаимодействуем, в том числе с федеральными вузами. В сентябре мы открываем кафедру инновационного менеджмента в Самарском государственном аэрокосмическом университете. Заявку на участие в конкурсе нужно успеть подать до 3 июля. Уже в конце этой недели на инвестиционном форуме в Самаре эксперты отберут финалистов. Нина Ванин, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Продолжение следует...